всем привет дорогие друзья сегодня хочу вам показать тортик который я делала своей мамочки на день рождения и как назло именно в этот период я повредила правую руку и мне нужен был тортик который сделается и просто чтобы не задействовать правую руку и при этом будет очень вкусным то есть мне нужно было выиграть во всех вариантах на самом деле я не могу сказать что он прям очень простой но при этом он и не сложный то есть здесь мы печем всего лишь два коржа белковых и все собственно и делаем крем я сейчас расскажу как это будет это на самом деле очень просто я буду использовать орехи у меня фундук который нужно поджарить немножечко в духовке и очистить от шелушек либо купить уже жареный фундук 120 150 грамм сколько хотите также нам понадобятся вафельные коржи у меня в наборчике их 7 штук круглые вафельные коржи орешки разложила я вот так вот их можно просто в полотенечко можно вот так вот какую-нибудь плотную пленку чтобы пленка не порвалась я вот так накрываю ее полотенцем и орехи измельчаю не советую делать это в комбайне потому что тогда будет очень мелкая стружка и не будет чувствоваться орешки это ну не классно поэтому измельчаю чтобы были и крупные частицы начинаю взбивать белки я буду делать два коржа по отдельности у меня они не влазят вдвоем на весь противень но можно делать и сразу оба если вам позволяет так ваша духовка я ориентировалась только по размеру своих вафельных коржей такого же размера соответственно и пекла белковые коржи чтобы тортик получился одинаковый к орехам добавляю муку и хорошенечко перемешиваю так наши орехи равномерно распределяться по белковой массе здесь у меня вот сбито 3 белка с сахаром и щепоткой соли вот до таких вот устойчивых пиков плотная белковая масса теперь добавляю сюда половину ореховой массы если вы печете сразу оба коржа то конечно же вы добавляете все сразу аккуратненько перемешиваю такая вот красивая нежная легкая и воздушная масса у вас должна получиться кольцо я расставила такого же диаметра как у меня вафельные коржи и сюда выкладываю белковую массу она в процессе выпечки немножечко расширится и потом этим же кольцом этим же диаметром я обратно вырежу ровненько этот корж и остатки у меня пойдут на крошку вокруг тортика ореховая такая белковая крошка очень классно снимаю аккуратненько кольцо и отправляет от кожи духовку на 180 градусов где-то минут на 20-30 смотрите чтобы он сверху подрумянился но он не должен у вас засохнуть как безе он должен остаться мягким тем временем пока печется мой корж приготовлю заварную основу всего нам понадобится 500 миллилитров молока 450 из которых я отправила в кастрюльку вместе с сахаром закипать 50 миллилитров вместе с желтками добавляю сюда крахмал и хорошенечко перемешиваю сюда же можно добавить ванильку и не важно куда вы добавляете после того как закипело молоко с сахаром половину больше добавляю яйцам возвращаю в кастрюльку и варю до загустения до первых пузырей сейчас покажу вон пузыри уже пошли все можно выключать огонь и накрываем пленкой встык отправляем остыть и затем возвращаем в комнату чтобы у нас крем стал комнатной температуры посмотрите достала я уже свой корж на нем вот остаются небольшие следы после вдавливания поэтому сразу видно что он мягкий внутри он не твердый это не безе корж никак киевский торт обрезаю его вокруг тем же диаметром формы довольно сложно прорезать орехи поэтому воспользуюсь вот таким вот ножом для пиццы пока печется и второй корж я достану из холодильника масло которое тоже при комнатной температуре и сгущенку они должны полностью простоять вместе с кремом со сгущенкой и масло должно постоять при комнатной температуре и быть абсолютно одинаковой температуры до соединения для первого крема я взяла 150 грамм маслом одну столовую ложку сахарной пудры и взбивала масло в течение где-то пяти минут затем отвесила 150 грамм заварной основы и добавляя по одной ложке ввела их масло постоянно взбивая при этом и выкладываю сюда теперь всю сгущенку и риску у вас может быть банка чуть больше чуть меньше грамм добавляйте в общем банку сгущенки сколько у вас есть не обязательно покупать там две банки просто я купила вот такую вот банку 370 грамм и теперь взбиваю это все с маслом до полной однородности чтобы никаких кусочков меня сгущенка довольно густая было поэтому немножечко комочки сложно разбивались и вот такой от получился красивый крем он и мягкий и воздушный для следующего крема я возьму уже 200 грамм сливочного масла и две столовые ложки с горкой сахарной пудры которая тоже взбивая в течение где-то пяти минут для того чтобы масло посветлело и стала более пышным и точно также только теперь всю уже оставшуюся заварную основу по ложке я ввожу взбитое масло постоянно перемешивать для того чтобы масло не расслоилось если вдруг вы видите что масло начинает расслаиваться перестаньте добавлять заварную основу иначе она полностью вас расслоится но такого быть не должно здесь как раз рассчитано что это количество масла возьмет всю эту заварную основу если немножечко не уверены берите масло 82 процента вот такой вот красивый крем у нас получился один и второй на самом деле все довольно просто теперь распечатаем наши вафельные коржи их вот 7 штук нет понадобится всего 6 на подложку я поставила немножечко крема для того чтобы мой тортик не ездил и кладу первый вафельный корж сразу затягиваю его разъемным кольцом для того чтобы удобнее было собирать тортик и он у меня не разъезжался ни в какие стороны первый крем у меня пойдет вот такой вот со сгущенкой его я визуально делю где-то на три раза и потом еще чуть-чуть оставлю на верхушечку но визуально где-то на три раза нужно разделить крем у него нам будет нужно три прослойки и сверху накрываем опять же вафельным коржом придавливаю для того чтобы ушли все пустоты следующий крем у нас пойдет вот такой вот сливочный его нам понадобится четыре прослойки поэтому тоже разделите вон визуально где-то на четыре части следующий у нас пойдет ореховый корж и на него опять ванильный крем хорошенечко распределяем крем по бокам чтобы он закрыл все пустоты много крема здесь тоже не нужно потом опять у нас идет вафельный корж и опять карамельный крем или сгущеночный как вам удобнее можно конечно же добавить в сгущенку тоже какие-то орехи либо кусочки шоколада это тоже будет очень вкусно также можно делать не из фундука а можно делать из грецких орехов другие орехи могут немножечко отсыреть в креме и быть не очень вкусными а вот фундук и грецкий орех замечательно подходят закрываем опять вафельным коржом и перекрываем ванильным кремом и по традиции на ванильный крем у нас опять пойдет ореховый корж теперь опять ванильный крем после того как мы тортик соберем его нужно будет отправить в холодильник хотя бы на часик для того чтобы по бокам и сверху крем у нас схватился так как он на масле он немножечко станет плотнее что нам позволит аккуратно снять разъемное кольцо и выровнять наш тортик накрываю вафельным коржом опять карамельный крем этот тортик понравился всем и никто даже не подумал о том что там он состоит из покупных вафельных коржей вообще никто накрываю последним вафельным коржом у меня по оставалось где-то по 2 столовые ложки крема 1 и 2 его я просто возьму и смешаю и потом этим кремом немножечко сверху перемажу для того чтобы полностью пропитался вафельный корж и потом оставлю на бока еще немножечко вот как раз возьму отделю половину от этого крема он у меня пойдет на верхушку просто для того чтобы вафельный корж пропитался все еще зависит от качества этих вафельных коржей от их него состава либо они полностью пропитываются либо они становятся такими немножечко как резиновыми лучше возьмите хорошие качества такие толстенькие коржи они у вас замечательно пропитаются вот и выровняла я свой тортик он у меня сверху будет посыпан крошкой поэтому здесь не принципиально прям сверху сразу идеальная гладкость но конечно же это тортик можно украсить как угодно отправила торт в холодильник у меня остался седьмой последний вафельный корж и вот такие вот остатки моего безе я решила что крошки мне будет недостаточно поэтому взяла просто обычные две печенюшки какие типа как к чаю и сейчас вот это все нужно измельчить уже в кухонной машине в мелкую такую крошку который мы сверху будем посыпать коржи а стал вот такой вот вышел мой тортик после холодильника он простил там два часа прекрасно отошел от кольца и выглядит уже сейчас очень красиво и видно все прослойки затем боковушку я подровняла остатками крема и теперь обсыпаю этой крошкой вначале беру рукой а потом просто чтобы удобнее просто опять же повторюсь правая рука у меня болит не совсем удобно мне что-либо и делать поэтому поддеваю просто ножиком и цепляю там где не приклеились не приклеилась вот эта вот у меня стружка можно кстати кокосовой стружкой присыпать сверху я сделала пальчиками вот такие вот ямочки потому что у меня будут фрукты и чтобы они мне не катались по всему тортику виноград типа вот таких вот мелких черника чтобы она у меня все красивенько лежало и вот такой тортик можно отправить в холодильник либо украсить сразу и подавать но лучше конечно тортику постоять хотя бы часа четыре еще в холодильнике я его украсила сверху фруктами здесь у меня инжир вот еще разные печеньки виноградик тортик пропитался и вечером мы его уже кушали вот такой вот он очень красивый раз в разрезе ореховый и в то же время очень пропитанный готовьте с удовольствием удачной вам выпечки обязательно поставьте палец вверх и пробуйте конечно же пробуйте а с вами как всегда был кекс до новых встреч пока пока пока